Вы пытаетесь освободиться, но она держит вас в своих ужасных тисках. Вы не знаете, что это. Боретесь с симптомами, не понимая, в чем причина. То, чему вы не противостоите, не изменится. Но теперь она разоблачена. Запуганный человек почитает то, чего он боится больше, чем Бога. От чистого сердца люди думают, я живу благочестиво, и поэтому дары будут действовать сами собой. Нет, вы должны возгревать их. Лиза Бивир рассказывает свое личное свидетельство о том, как она преодолела запуганность. Может быть, именно для этого времени ты достигла достоинства царского. В вас поднимается храбрость. Вы наполняетесь смелостью и готовы вырваться из оков запуганности. Вы те, кто будет доблестно сражаться за правду на земле. Откройте свои Библии. Первая книга Царств, третья глава. Пока вы делаете это, я кое-что вам прочту. Запуганность парализует нас в сфере Духа. Чтобы это отложилось в сознании, скажу еще раз. Запуганность парализует нас в сфере Духа. Вы помните, как это случилось с Ильей? Так ведь? Верно? Часто запуганность приводит к тому, что мы идем на компромисс, несмотря на свое знание истины. Вот здесь надо быть серьезнее. Запуганность заставляет нас позволять или терпеть. Все скажите, терпеть. Она заставляет нас позволять или терпеть то, с чем при других обстоятельствах мы не стали бы мириться. Человек, о котором я хочу сейчас поговорить, это Ильей, 50-й судья и 7-й первосвященник Израиля. Он судил 40 лет, и в его штате оказалось двое облеченных властью людей. Вышло так, что они были его собственными сыновьями. Их звали Офни и Финиес. Духовная атмосфера Израиля под властью Илья была на очень низком уровне. Почему? Посмотрим первую книгу царств, 3 главу, 1 стих. Тут сказано, слово Господне было редко в те дни, и не было широко распространенного откровения. Это отрезвляющее утверждение. Слово Господне было редко. Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Что это значит? Слово Господне было редко. Если бы так говорилось о нынешнем времени, это не значило бы, что у нас недостаточно Библии. Здесь имеется в виду устное слово. Помните, как Иисус сказал, человек будет жить всяким словом, исходящим из уст Божьих, а не когда-то исходившим. Вы со мной? Это не значит, что мы должны отказаться от Библии. Но нам необходимо слышать, что Бог говорит сейчас через Библию. Во времена Илья не было широко распространенного откровения. Честно говоря, я не могу представить себе жизнь без откровения. Иисус сказал Петру, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Вот такая атмосфера бывает в церкви, где пастором является такой Ильей. Слово Господне редко и нет откровения. Это несчастное место, потому что знаете, что происходит? Люди сбиваются с курса, особенно во времена Ветхого Завета, когда дух людей не откликался на зов Бога. Почему слово Господне было редко в то время, когда руководил Ильей? Ответ находится в 1-й книге царств, 2-й главе, 22-м стихе. Тут сказано, «Ильей же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами». Скажите, «со всем Израилем». Хорошо, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинью собрания? Вы понимаете, о чем идет речь? Эти парни совершали два больших духовных преступления. Два. Первое. Они беззаконно поступали со всем Израилем. Это относилось к жертвам. Сыновья Илья вымогали их обманом или силой. И из-за этого израильтяне пренебрегали жертвоприношениями Господу. Если люди сами не отдавали мясо, его отбирали силой. Второе беззаконие, которое совершали эти служители, они спали, то есть совершали прелюбодеяние женщинами, собиравшимися у входа в скинью собрания. Вы понимаете, что это значит? У входа в скинью собрания. Это всего лишь в нескольких метрах от самого присутствия Божьего. У сыновей Илья не было абсолютно никакого страха Божьего. Они отбирали мясо силой и совершали прелюбодеяние женщинами, приходившими в храм. Это ужасно, не так ли? Итак, Илья знает, чем занимаются его сыновья. И что он делает? Он не убирает их со священнических постов и обличает весьма слабо. В 1 Книге Царств, 2 главе, 23 и 24 стихе написано, «И сказал им, «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа». Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Ему надо было снять их со служения. Нельзя мириться с тем, что служители Божьи так грешат. Нельзя оставлять их в служении. Вы понимаете? Илья был запуган своими же собственными сыновьями. Наконец, к нему приходит пророк Божий и говорит, это сказано в 29 и 30 стихах 2 главы Библии короля Иакова, «Для чего же ты чтишь сыновей своих больше, чем меня?» Посему так говорит Господь Бог Израилев, «Я сказал тогда, «Дом твой и дом отца твоего будут ходить предлиться моим вовек». Но теперь, говорит Господь, «Да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Что значит «чтить»? Это значит «ценить», «относиться со вниманием», «уважать» или «почитать своих сыновей больше, чем Бога». Послушайте меня внимательно и запишите это. Запуганный человек почитает то, чего он боится. «Больше, чем Бога». Повторите еще раз. Запуганный человек почитает то, чего он боится, «больше, чем Бога». Осознанно или неосознанно, но он покоряется тому, что внушает ему страх. Позже Бог проговорит через Самуила, который тогда еще был маленьким мальчиком-пророком. Посмотрите, что Господь сказал через него в 1-й книге царств, 3-й главе, 13-м стихе. Бог говорит через него, «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не черствуют и не обуздовал их». Итак, друзья, посмотрите на меня. Слово Господне было редко. Почему? Потому что Илья не использовал данную ему Богом власть, так как был запуган своими сыновьями. И то, что слово Господне было редким, оказалось результатом этого. Вот что я вам скажу. Многие пасторы запуганы своей паствой. Атмосфера в их церквях подобна той, о которой вы сейчас слышали. Нет широко распространенного откровения, хотя там постоянно существует и проповедь, и поклонение, но присутствие Божье о себе почти никак не заявляет. Пастор тщательно готовит свои послания для того, чтобы не обидеть паству, так как он запуган ею. Или же руководитель церкви впадает в другую крайность. Он буйствует и давит на людей, пытаясь таким способом скрыть свою неуверенность и запуганность. Это было в 1990 году, в южной части Соединенных Штатов. Тогда мы с Лизой начали международное служение посланник. Помню, я приехал в эту церковь. Там было 200 членов, может быть, 250. Помню, как я проповедовал «Воскресное утро». Никогда не забуду этого. Я вышел, чтобы проповедовать, и было такое ощущение, что мои слова выходят не далее, как на 30 сантиметров, а потом возвращаются и бьют меня по лицу. Я имею в виду в буквальном смысле. Я проповедую, и мои же слова бьют меня по лицу. Я не мог понять, в чем дело. Было такое впечатление, что я подошел к стене и стал проповедовать в 25 сантиметрах от нее. Вот какое сопротивление чувствовалось в той атмосфере. Я не мог в это поверить. Я был просто ошеломлен и ничего не мог понять. Потому что до этой проповеди у меня был разговор с пастором. Я расскажу вам о нем. Типичный джентльмен с юга. Ему было за 50. Вежливый человек с идеальными манерами, смиренный. Его сын вел хвалу и поклонение. И о нем можно было сказать то же самое. Он был очень благочестивым, очень вежливым. В тот день на ланче я познакомился с его женой, и она тоже была благочестивой и вежливой. Я сижу и думаю, да что вообще происходит? В тот день мы пошли на ланч, и прямо в конце его пастор говорит мне, я хочу спросить вас кое о чем. Можно? Я ответил, конечно, спрашивайте. Он сказал, Джон, у меня сложилась такая ситуация, по поводу которой мне нужен ваш совет. Я ответил, ну конечно. Он сказал, в моей церкви служит один человек. Он главный организатор и один из лидеров. Пастор продолжал. Они с женой развились, приходя в церковь, садятся друг от друга подальше. Потом этот человек стал встречаться с молодой женщиной из церкви, а позже она переехала к нему, и теперь они живут вместе. Потом пастор спросил, что мне делать? Я посмотрел на него с недоверием и сказал, так вы говорите, что он все еще в церкви? Он говорит, ооо, я спрашиваю, он так и остался лидером? Пастор ответил, да. Я спросил, он все так же в церкви? Он сказал, да. Я ответил, ой-ой-ой, нам нужно пообщаться. Я, он и его жена сели в машину и проговорили целый час. Я сказал, послушайте, Павел написал Коринфской церкви, «У вас считается братом человек, который грешит тем, что спит со своей мачехой». Знаете, что сказал Павел во втором стихе? «Вместо того, чтобы печалиться, вы превозноситесь». Иначе говоря, вы полны гордости. Пастор, Павел написал этой церкви и сказал, все вы полны гордости. Пастор спросил, но почему он это сделал? Причина, почему Павел сказал, что они полны гордости, ответил я, заключается в следующем. Бог сказал, что если человек, называющий себя христианином, мы не говорим о неверующих. Мы говорим о людях, которые заявляют, «Я раб Иисуса Христа», и при этом живут в сознательном грехе. Бог сказал, удалите их. Это слово Божье. Правильно? Удалите их из общения. Я сказал, причина того, почему Павел сказал об этой церкви, что они полны гордости, заключается в следующем. Эти люди думали своей любовью вывести того человека из греха. Тем самым они утверждали, что их мудрость выше премудрости Божьей. Но Павел говорит, вы полны гордости. Если хотите увидеть это, откройте. Новый перевод Живой Библии. Первое послание Коринфянам, 5 главу, 2 стих. И вы возгордились. Почему же вы не удалите этого человека из своего общения? Видите? Посмотрите 6 стих. Как ужасно то, что вы хвалитесь своей духовностью и при этом позволяете происходить такому. Разве вы не понимаете, что если вы позволите грешить одному человеку, Павел говорит о верующем, а не о неверующем. Очень скоро это повлияет на всех. Апостол не говорит здесь о необращенных. Вы сами знаете, что в церкви бывает группа неверующих людей. Они приходят и говорят, «Я хочу больше узнать об Иисусе». Проходит время, и эти люди принимают спасение. Они посещают уроки подготовки к членству в церкви. Принимая спасение, эти люди становятся братьями во Христе. Но чтобы остаться в поместной церкви, они посещают уроки подготовки к членству. Однако Павел говорит вовсе не о таких людях. Он пишет, «В нашей церкви существует один брат. Он помолился, принял Иисуса Христа своим Господом, но при этом живет в грехе». Если вы позволите ему оставаться в вашей церкви и одновременно отвергать Божьи принципы, грех распространится на всю вашу церковь. Павел говорит, что это подобно закваске. Что такое закваска? Когда вы печете хлеб, то добавляете ее в тесто, чтобы распространившись, она заставила тесто подниматься. Если бы Павел жил сегодня, возможно, он использовал бы в качестве примера рак. Если раковую опухоль вовремя не распознать, она наполнит все тело человека своими клетками-бунтарями. Павел говорит, «Если вы не удалите этого человека от себя, грех распространится на всю церковь». Пастор побледнел, его жена побледнела, и он сказал, «Мне не очень-то нравятся ваши слова». Я ответил, «Послушайте, Господь призвал вас не только питать овец. Он желает, чтобы вы питали и защищали их. Вы осознаете, что все ваши люди подвергаются опасности из-за того, что вы позволяете этому человеку жить в сознательном грехе». Он посмотрел на меня и сказал, «Не знаю, будет ли у меня теперь желание оставаться в служении». Я ответил, «Вам нравится питать людей, но не нравится защищать». Я сказал пастору, «Грех проявится во всех сферах вашей церкви». Его жена посмотрела на меня и сказала, «Знаете, у нас проблема со всеми лидерами. Они бунтуют, особенно команда хвалы и поклонения». Я послужил им и в тот же вечер пришел в их церковь. Между прочим, пастор встретился с тем парнем тогда же вечером и разобрался в сложившейся ситуации. Этот парень полностью раскаялся, а потом произошло полное восстановление. В тот вечер я пришел в церковь и начал проповедовать. И вдруг прямо посреди моей проповеди этот человек стал произносить пророческое послание в то самое время, когда я проповедовал. Я был в шоке. Я говорю ему, «Сэр, прекратите!» А он продолжает, «Я повторяю, «Сэр, пожалуйста, прекратите!» Он продолжает. Я сказал, «Сэр, прекратите же!» Он замолчал и посмотрел на меня. Бас-гитарист и гитарист поднялись и начали разговаривать со мной на повышенных тонах. Они сказали, «Почему вы не позволяете Богу говорить, а Его дарам проявляться в церкви? Мы не останемся здесь ни минуты». Потом позвали своих жен и все вместе с раздражением покинули церковь. Люди вокруг пришли в замешательство. Я заглянул в свое сердце и спросил, «Что мне делать?» Дух Святой очень мягко проговорил ко мне. Он сказал, «Начни учить их о духовной власти и порядке в Доме Божьем». Я проповедовал еще 90 минут, начав со слов, «Знайте, друзья, мы поговорим на другую тему. Откройте послание к римлянам, 13 главу». Я стал учить о духовной власти и порядке в Доме Божьем. Когда я закончил это послание, атмосфера в собрании стала меняться. Она полностью стала другой. Бог проговорил к моему сердцу, «Скажи человеку, которому ты велел молчать, пусть он говорит сейчас мое слово». Я подумал, «Ну да, это один из тех самых вечеров». Так что, почему нет? Я посмотрел на того парня и сказал, «Сэр, я велел вам прекратить, но если вы чувствуете, что Господь дал вам слово, а Бог сказал мне, что это так, произнесите его». И он стал говорить, «Так говорит Господь. Я вижу грех, который поразил это тело и показал своему слуге только часть его. Он передавал вам мои слова». Вот все, что он сказал. Но после этого я стал плакать, как ребенок, больше не сказав ни слова. Я просто вернулся на свое место в первом ряду и сел. Пастор подошел ко мне и сказал, «Не хотел бы я быть на вашем месте». Я ответил, «В этом-то и проблема. Вы не хотите защищать своих людей». Бог спросил Иеремию, «Где люди, которые будут доблестно сражаться за правду?» Я сейчас говорю не о том, что надо стать законниками и давить на людей правилами, законами и установлениями, но необходимо в духе любви защищать тело Христова, защищать людей. Вот как мы защищаем их. Но слишком многие пасторы, слишком многие родители запуганы. Если вы истинно верующий, то вы ненавидите грех, потому что нарушение Божьих законов — это преступление. Вы ненавидите все, что оскорбляет Бога. Вы со мной? Хорошая проповедь. Аминь. Вот что я вам скажу. Если среди вас находится человек, который сознательно лжет и вымогает у людей деньги, он относится к той же категории, что и тот, кто совершает сексуальный грех. Так сказал Павел. Прочтите весь список. Тот, кто делает это, это и это. Посмотрите весь список грехов. Вы удивитесь. Павел говорит, что с таким человеком даже не нужно вместе принимать пищу. Он не имеет в виду людей из мира. Вы можете кушать вместе с гомосексуалистами, вместе со всеми грешниками из мира, гомосексуалистами, лесбиянками, прелюбодеями, лжецами, блудниками. С ними вы можете есть вместе, потому что таким образом вы можете достичь их. Вы идете к ним для того, чтобы принести им Евангелие, а не для того, чтобы быть такими, как они. Вы со мной? Это необходимо услышать церквям Америки. А иначе наши церкви превратятся в клубы. Я волнуюсь о том, чтобы наши американские собрания не превратились в европейские. Европа вошла в постхристианскую эру. Все эти великолепные здания церквей превратились в памятники прошлого. Мы не должны позволять, чтобы наши церкви превратились в музеи. Вы хотите свежего слова от Господа, свежего откровения? Тогда вам необходимо проповедовать полное Евангелие, а не его отдельные части, нравящиеся каким-то людям. Я хочу, чтобы вы попали на небеса. Я хочу, чтобы вы любили Иисуса. Я хочу, чтобы вы любили свою семью. Почему наши браки разрушаются? Если мы не поймем, мы непослушны Богу, а потом удивляемся, почему страдаем из-за последствий. Мы сделали неправильные выводы. Когда ученики спросили Иисуса о слепом, он ответил им, «Это для того, чтобы проявилась слава Божья». Я вижу разочарование в словах Иисуса от того, что его ученики не понимают. Существуют люди, которые живут, испытывая последствия греха. Павел сказал, «По этой причине многие больны и немало преждевременно умирают». Почему? Потому что они не судили себя за свой сознательный грех. Можно взять духовный меч и рубить им человека. А можно взять его как скальпель, который берет искусный врач для того, чтобы устранить болезнь, чтобы человек мог жить. Так зачем мы говорим проповедникам? Не говорите о моей болезни. Наоборот, вы должны говорить своему пастору. Проповедуйте мне слово. Обличайте меня. Пусть меч духовный глубоко проникает в мое сердце. Давайте поговорим о Моисее. Я расскажу вам о нем. Хорошо? Книга Исход, 4 глава, 24 стих. Читаем. «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил Господь Моисея и хотел умертвить его». Посмотрите на меня. Что тут происходит? Бог явился Моисею на вершине горы, верно? И он сказал, «Моисей, народ мой был в плену больше 400 лет. Я обещал избавить их, и ты, тот, кто выведет их». Я? Но я даже не умею говорить. Да, именно ты. Я вложу слова мои в твои уста, и так далее. Происходят разные знамения. Так? Моисей сходит с горы, берет жену и детей и идет в Египет. В первую же ночь Бог выходит навстречу Моисею и хочет убить его. Я снова задам вам вопрос. Страдает ли Бог шизофренией? Нет, не страдает. Почему же тогда, сказав, «Ты избавишь народ мой», в первую же ночь на пути в Египет, Бог хочет убить Моисея? Об этом нам надо поразмышлять. Давайте вернемся к событиям на горе. Бог является Моисею и говорит, «Ты тот самый человек». Происходят все эти знамения. Моисей спускается с горы. Вы помните, какое выражение было у актера в одноименном фильме? Так? Его жена Сепфора видит Моисея и говорит, «Милый, что случилось?» Моисей отвечает, «Сепфора, Бог явился мне на горе. Он избавит наш народ, и я выведу его». Жена радуется, «Милый, это здорово. Я с тобой. Давай сделаем это». Так? Моисей говорит, «Но существует еще кое-что Сепфора». Вот что еще сказал мне Бог на горе. Мы должны обрезать двоих наших мальчиков. Обрезать? Что это значит? Что это такое? Ну, мы должны отрезать их крайнюю плоть острым ножом. Не очень мне это нравится. И Моисей обрезывает первого сына. Так? Алику почти 17 лет. Помню, когда врач обрезал его, то посмотрел на меня и сказал, «Он будет вопить так, как никогда больше». Когда ему обрезали крайнюю плоть, он почувствовал это каждой клеткой своего существа и стал кричать. Я подумал, «Слава Богу, со мной это сделали, когда мне был один день». Так что я даже не помню этого. Помните, когда Иисус Навин хотел ввести народ в обитованную землю? Помните, он обрезал всех мужчин? Они три дня пролежали на холмах. Они не искали таким способом Бога. Просто им было больно. Так что Моисей обрезывает первого сына и, увидев это, Сепфора говорит, «Нет». «Нет». «С моим вторым мальчиком ты этого не сделаешь. Ты жестокий человек». Моисей уговаривает, «Милая, дорогая, ведь это воля Божья». Она противится. «Да мне все равно. Не будем мы этого делать с нашим ребенком. Ты не коснешься его этим ножом». Моисей говорит, «Милая, но мы должны. Это закон Божий. Это его заповедь». Сепфора отвечает, «Если ты сделаешь это, я никогда больше не стану тебе готовить. У нас больше никогда не будет секса. Я даже перестану с тобой разговаривать». Она кричит на него, потом плачет, потом вообще перестает говорить. Моисей говорит, «Ну хватит. На моей жизни призвание от Бога. Мне надо идти». Так ведь? Ладно, пошли. Они с Сепфора идут вместе с детьми. И во время первого же ночлега Бог встречается с Моисеем и говорит, «Итак, выбирай между своей женой и мною». Смотрите, книга Исход, 4 глава, 24 и 25 стихи в расширенном переводе. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Очевидно, он не обрезал одного из своих сыновей потому, что жена была против. Но видя опасность для жизни мужа, Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты муж крови у меня». И отошел от него Господь. Бог сказал, «Моисей, выбирай, она или я? А ведь это его жена». Знаете, что Господь однажды сказал мне? Он спросил, «Сын, кого я приходил убить, Моисея или его жену?» Я ответил, «Моисея». Он сказал, «Верно, потому что я сделал его главой этой семьи». Вы здесь? Вы когда-нибудь задумывались, почему Иисус сделал это утверждение в 10 главе, 34, 35 и 36 стихах, Евангелии от Матфея? «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашнее его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». Почему Иисус сказал это? Потому что существует только одна личность, которую мы должны любить больше, чем своего супруга, и это Иисус. Лиза посмотрела на меня, а я на нее. Мы посмотрели друг на друга, и она сказала, «Никогда не заставляй меня выбирать между тобой и Богом. Ты проиграешь». То же самое сказал ей и я. Но знаете что? Служа Богу, мы переживаем в своем браке величайшую любовь. Проблема Моисея была в том, что он был хранителем мира, а не миротворцем. Кто такой хранитель мира? Это человек, который жертвует истиной ради ложного чувства мира и покоя. Но Иисус не говорил, «Блаженны хранители мира, ибо они будут наречены с нами Божьими». Но Он сказал, «Блаженны миротворцы». Поэтому Иисус говорит, «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают Его». Он сказал, «Не мир пришел я принести, но меч». «Вы со мной?» Я говорю, «Вы со мной?» «Вот что я вам скажу. Нам нужен правильный баланс. Вы со мной?» Тимофей оставался благочестивым человеком, но он был запуган. Думаю, что в его церкви находились люди, ничем не отличавшиеся от подобных им в Коринфе. И Тимофея запугали некоторые из них. Павлу пришлось писать ему, «Тимофей, ты запуган людьми из твоей церкви. Возгревай свой дар и будь сильным в благодати Божьей». Вы пытаетесь освободиться, но она держит вас в своих ужасных тисках. Вы не знаете, что это. Боретесь с симптомами, не понимая, в чем причина. То, чему вы не противостоите, не изменится. Но теперь она разоблачена. Запуганный человек почитает то, чего он боится больше, чем Бога. От чистого сердца люди думают, «Я живу благочестиво, и поэтому дары будут действовать сами собой». Нет, вы должны возгревать их. Лиза Бивир рассказывает свое личное свидетельство о том, как она преодолела запуганность. Может быть, именно для этого времени ты достигла достоинства царского. В вас поднимается храбрость. Вы наполняетесь смелостью и готовы вырваться из оков запуганности. Вы те, кто будет доблестно сражаться за правду на земле. Джон Бивир открывает причины запуганности, призывает вас разорвать ее гнетущие оковы, учит использовать дары Божьи и устанавливать владычество господства в вашей жизни. Позвоните или напишите в служение посланник, чтобы приобрести книгу Джона Бивира «Разрывая оковы запуганности». Цена со скидкой 14 долларов США, 20 долларов в Австралии и 9 фунтов в Соединенном Королевстве. Или закажите полный комплект «Разрывая оковы запуганности», который включает в себя 8 видео занятий на 3 DVD, книгу и рабочую тетрадь. Вы также полностью получите учение на 4 аудиокомпакт-дисках. Чтобы оформить заказ, посетите наш сайт или позвоните по нашему номеру в США, Австралии, в Соединенном Королевстве и за его пределами. Спасибо, что смотрели передачу «Посланий». Надеемся, что это слово ободрило и заставило вас задуматься. Для того, чтобы получить это мощное послание и более подробную информацию, посетите наш сайт или свяжитесь с нашим офисом в США в Австралии в Соединенном Королевстве и за его пределами. Наш номер вы видите на экране. Субтитры создавал DimaTorzok